Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курох-Тианапа. Звут меня Юрий Азаровский. Сегодня мы с вами погуляем по центру города, посмотрим на то, как нам приходит весна. Наконец-то 11 градусов тепла с утра у нас уже на время 11 часов, на градусники в тени. Причем на солнышке гораздо теплее. По привычке я одел курточку, но мне кажется, это было сделано все зря. Мы находимся на площади перед администрацией города. Несмотря на то, что сегодня не выходной день, здесь есть люди прогуливающие, сидящие на лавочках, нет ветра. В общем, обстановочка такая прям по кайфу, чтобы приезжать, отдыхать. Вот многие спрашивают, а стоит ли? Ребят, ну вот если вам такого хочется, то приезжайте. Вроде бы дальше у нас только теплее, теплее и теплее. Заморозков ночью уже не будет. Блин, я в марте говорю о том, что заморозков ночью не будет. Но это тоже очень хорошо. Всем хорошего, прекрасного настроения. И давайте немножко погуляем и посмотрим по сторонам. Жалко, камера не передает вот весь этот аромат воздуха, который сейчас царит в нашем городе. Ну, птички поют, я думаю, вы слышите, да? С вами отходим от администрации. Здесь у нас стоят скамеечки, поубирали уже все новогоднее украшение, которое было на фонтанах. Ну, мы ждем запуска фонтанов. Вот смотрите, как люди в маечках, в рубашечках сидят. Я, допустим, в куртке и с ними вместе вообще как-то контрастирую очень сильно. Солнышко светит, это дает нам просто великолепную картинку, чтобы ходить, наслаждаться. Нет ветра, ребят, прям очень тепло. Сейчас посмотрю, какая температура на самом деле это показывает на солнышке. В обеду, либо как его сейчас переименовывают, центральный парк. Это у нас улица Крымская, основная прогулочная зона. Или так музыка играет, люди потихонечку идут, прям чувствуется приближение лета. Для лета осталось, друзья, меньше 70 дней. То есть уже вот-вот, вот-вот начнется сезон. Хочется, чтобы уже в скором времени и вас здесь увидеть. Ох, какое клево, смотрите, с 8 марта девочки всех поздравляют вас. Работает техника, слышны звуки, переформатируются все газоны, работает кофейня, люди прогуливаются. И мы очень ждем завершения перепланировки факта, чтобы увидеть и вам показать, рассказать. Ну и, конечно же, наш самый главный символ города – белая шляпа. Анапа, сосенки новые. Здесь во всем мы видим, что формируется новое покрытие, то есть плиточка уже подготавливается. Дальше там устанавливаются аттракционы, такая большая зона становится, вот именно отдыха возле колеса. Думаю, что будет очень классно прогуливаться. Посмотрим, что, конечно, как добьется здесь все разнообразными варечками. Но пока мне все очень нравится. Очень большой простор. Все жалуются только на то, что не хватает в парке лавочек. Вот лавочек побольше, будет вообще классно. Вот так вот будет установлен аттракцион. Правая сторона полностью готова. У нас уже выглядит очень хорошо. Аттракциончики стоят, варечки здесь, вот сосны высажены. Представьте, когда они вырастут, как это будет смотреться, ребят. То есть, ну, должно быть очень круто. Я прям верю в перестроение. И формируются зоны, прям так идеально подходящие под аттракционы. То есть, это детская часть. Здесь будут детские именно развлечения. Полностью весь комплекс, который здесь остановлен. И, кстати, проход как лопатку здесь будет. И лавочки. Ребята, самое главное – лавочки. Пришли, отдыхайте. И также вы можете видеть, что высаживают новые деревья вокруг этого всего. То есть, озеленение, я уверен, что сделают очень хорошее и красивое. Мы этого прям очень ждем. Друзья, мы находимся перед выходом на пляж. Здесь у нас тоже перерабатывают. Обещали сделать водоотведение. Плитка пока поднята. Огромное количество людей прогуливается. И мы можем увидеть, что ведутся работы. По подготовке к курортному сезону. К лету я надеюсь, что все завершат. И вы этого уже ничего не увидите. Выходим к морю, друзья мои. Посмотрите, действительно, сколько много людей. Как это смотрится. Классно. Вход на под, щебетание птичек. Здравствуй, Анапа. Здравствуй, центральный пляж. Здесь, кстати, отсыпали песком. Все то, что было размытое, выглядит все, ну, в принципе, приемлемо. Или даже можно сказать, что хорошо. Еще в песочнице. Смотришь на это, прям радость. Потому что Анапа, так сказать, для меня детский курорт. И таким надеюсь, что он всегда и останется. Косяк водоросли и мутное море. Печалька. Но вони никакой могу сказать, что нет. Будем надеяться, что сейчас посмотрят наши видеосюжеты. Увидят, что надо бежать, наводить порядок. И прибегут сюда все те, кто ответственны за эти пляжи. Потому что вот туда дальше мы видим, что все чисто. Вот здесь завалено водорослями. Очень частый разговор о том, что у вас в Анапе море грязное. Вот мы сейчас вышли на центральный пляж. Там действительно водоросли. Действительно все печально выглядит. Ну, мы прошли совершенно немножко в сторону. И можем увидеть с вами, что пляж становится чище. То есть это то, к чему я всегда говорю. Друзья, проходите чуть вперед, назад. Прогуляйте. Всегда можно найти чистое море. Даже сейчас это актуальная тема. И приходишь здесь, ты чувствуешь совершенно уже по-другому. Довольно крутые чайки, черноголовки. Видите, если обычных вы, которых видели всегда, у них белая голова. Вот здесь целая стая именно таких вот черноголовых чаечек, которые тоже ждут, чтобы кто-нибудь чем-нибудь накормил. И все у них стало хорошо. Изначально подумал, может быть, зря одел куртку. Но сейчас понимаю, что совершенно не зря. Даже в кепке прохладно, так в уши ветер дует. Поэтому, если хотите прогуляться по берегу моря и идти навстречу ветру, обязательно берите с собой теплые вещи. А в городе в самом гораздо теплее и приятнее прогуливаться. Цена по улице Гременская, выход к морю, пересечение с улицы Набережной. Если вдруг вы будете идти, тут прям уже очень сильно обкаканная надпись. Море стоит, море в море, не забывайте. Выжило, кстати. Ух ты, смотрите, какой большой нырок там плывет. Не знаю, камера покажет вам или нет. Он прям такой нырок всех нырков или цар нырков с детками. Люди бы приходили, играются в песочницы. Также здесь вода у берега чистая. Тут работают у нас кофейни. Тут дальше люди приходят, берут напитки и выходят посидеть на море. Прям очень хорошо. Здесь тоже, смотрите, стая черноголовых чайка. Вот видите, обычные чайки, как они отличаются. Вот что надо было в Анапе сделать, детскую площадку на пляже. Вот тот, кто сделал, большой молодец. Думаю, вашу карму там прям прибыло. Это было подподготовление к Анапскому. Зимой в Анапе, и можете увидеть, насколько это все востребовано. Нет свободного места на качелях, детей и взрослых. Прям огромное количество. Плюс места для посидеть. Вот так вот вам место притяжения. Совершенно, как говорится, простое. Одна качелька, один даже комплекс качелей и все. И посмотрите на эти качельки, которые стоят возле моря. Абсолютно все заняты. На всех сидят люди. Востребованность. И на месте наша пизанская падающая спасательная будка, вышка. Не знаю, как, чтобы не обидеть, никого назвать. Ну и, конечно же, наши собачки. Причем с бирками отдыхают, загорают тоже на море. У них все хорошо. Напишите обязательно в комментариях, вы были на этой лаунж-зоне или нет. Море плюс 9,6 градусов. Воздух 13,3 показывает на берегу. В общем, самое лучшее время для прогулок. Особенно, если идти спиной к ветру, то вообще чувствуешь себя великолепно. Посмотрите, сколько людей вышли на прогулки. Ну, прям живой пляж. Давно я столько людей здесь не видел. Всего лишь надо было создать места, где будет интересно детям. Чтобы родители с детьми могли сюда приходить. Ну, мы отправляемся дальше. На море посмотрели. В конце ждите еще минутку радости от моря. Выходим через лаунж-зону. Оттуда звучат музыки, звуки. И, в принципе, самое главное, что чистота. Есть где посидеть, есть камеечки. Все зимние наряды, так сказать, украшательства убраны отсюда. Остались, наверное, только вот эти вот бутылочки наши. Очень нужные и важные для всех. Смотрится прикольно, честно. Но многие считают, что это все-таки пропаганда алкоголя. Можно было бы заменить на молоко. Там просто клашу. И, мне кажется, было бы тоже клево. Потому что кубанские продукты у нас не только же винные изделия, но и все знают наши коровок, буренок. Мы выходим на улицу Гременскую саму. Вот по левой стороне работает дюнер. Здесь кафешечка на выходе. С правой стороны жарится шашлычок. Прям аромат здесь располагается. Кафе Ирина. Пока за сеткой, решеткой люди идут с собачками на прогулочку. Здесь, в принципе, пока все еще немножко замерло. Основные кафе и столовые ждут все-таки приезда сюда. Как раздобочее количество туристов. С правой стороны можно увидеть, что здесь идет перепланировка. Раньше, по-моему, тут был сабвей. Сейчас будет, наверное, шашлычная. Ну, мне так кажется. Там будем уже посмотреть. Здесь у нас кафе-терраса появилась. И появился бульвар очень красивый, широкий. Администрация НАПРа, если она причастна к этому, да, можно поставить большую галочку. Единственное, опять-таки, не хватает скамеечек на набережной. Они должны быть в избытке, чтобы люди могли прогуливаться. Но фонари есть, мусорные баки есть, выход на море есть. Вид, конечно, после того, как тут убрались заборы, стал просто бомба. Можете сравнить, мы только что подходили, там был выход у нас на пляж, как это все выглядело. И вот вам здесь нету вида на море, варечки. Ну, конечно, красиво все здесь смотрится, но без вида на море это не набережная. Это просто какая-то рыночная территория. Вот так вот выглядит у нас аквапарк. Сейчас еще не начал подготавливаться. Один, наверное, из лучших, или можно сказать, лучших аквапарков на Черноморском побережье. По моему мнению, есть обзор на канале. Смотрите обязательно, аквапарк «Золотой пляж» называется. Мы были на его открытии, когда добавились новые зоны, там горки. Это было прям очень круто. Кафе Маби находится у нас в последней этой набережной. Фонтанчик еще закрыт, все закрыто. Единственное, прям, ребята, вам не кажется, что надо уже что-то открывать. Как-то у нас тут очень много людей гуляет. Это причем не выходной день. Был бы спрос, люди дергают ручки магазинов. С детьми приходят, и хотели бы чего-нибудь прикупить. Но все закрыто. Давайте-ка открывайтесь. Ведутся работы. Будем надеяться, что это по водоотведению, что все будет хорошо в этом году. Именно здесь людей. Честно, очень много. Я удивлен, что столько людей прокуливается по нашей любимой Анапе. Еще один вид на аквапарк. Можете видеть, насколько клево все смотрится. Сюда также есть выход в парк. То есть со всех сторон мы парк обошли. Завозят грунт, выравнивают. О, с этой стороны тоже, смотрите, какие-то павильоны появляются. Будут тоже развлечения здесь стоять. Раньше здесь американские горки стояли такие небольшие. Мне даже интересно, что будет в дальнейшем. В общем, полностью переформатирование парка аттракционов в Анапе. Он и так был одним из самых больших на Черноморском побережье. А теперь он будет еще, как и обещали, в европейском стиле. То есть свободное пространство, аттракционы и никакой такой сумбурной торговли. Это Гребенской, город Курорт-Анапа. Здесь мы тоже видим, что жизнь есть. Играют в музычках, гуляют люди. Улица в этом месте у нас считается пешеходная. Это самое такое стрёмное сооружение от мэра Полякова. Доставшееся к городу. Ну, вроде, говорит, ключи от нее вернули. Она начала хоть чуть-чуть работать. Но непонятно, зачем дорога эта арка. Все люди, как нормальные человеки, ходят по дорожкам. У нас, в принципе, практически все здесь уже в центральной части города открыто. Работает и ждет вас в гости. Вот так вот живет наш город Курорт-Анапа. Есть движ, солнышко. Прямо это самый главный аргумент, чтобы идти на прогулку. Мы увидели центральную часть города. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе то, что будет у нас дальше происходить. Вообще, мы, в принципе, готовы вас всех видеть, радовать. Подписывайтесь на наш телеграм. Мореоводство во всех соцсетях Юрий Азаровский. Даже где вы думаете, что у меня нет, я там 100% есть. Так что буду рад вашей подписочке. Ну, и не забывайте поддержать канал лайком, поделиться на кнопочку. И, конечно же, самое главное для вас теперь, друзья, минутка морюшка. Всем пока-пока. Спасибо, что были сегодня со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok